Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Я приветствую вас в седьмом уроке видеокурса лендинг пейдж для начинающих и мы с вами начинаем оформлять следующий блок преимущества что вы получите то есть что получит ваш клиент это такой важный блок если вы смотрели как выглядят другие лендинг пейдж у других людей а всевозможных ниш да то очень часто можем встречать вот такой вот блок и соответственно здесь должны у вас быть правдивые ваши преимущества то есть что действительно человек получит после приобретения услуги или продукции мы будем делать на примере моего сайта значит смотрите мы с вами опускаемся чуть ниже да берем прямоугольник и нам с вами надо нарисовать блок от самого края также он будет тянуться во всю ширину высоту пока мы не определяем берем пока произвольную и также здесь надо сделать так чтобы у нас прямоугольник прилип краю там берем значит палитру опускаем ниже у меня цвет у меня цвет там используется такое нежно зеленый да из палитры у вас соответственно из вашей палитры ваш цвет значит я выделяю блок заливка пипетка и берем точнее зеленый цвет вот таким вот образом посмотрим чтобы в браузере у нас стыке все нормально состыковалась тут вот блок и вот мой сайт то есть практически то же самое все получается сначала мы я вам покажу как реализовал я иконки а потом вот этот вот сам текст с подложечкой желтенькой с такой некой стрелочкой смотрите как делаются круги берем обычный прямоугольник и рисуем ровный квадрат я взял квадрат 200 на 200 пока располагаю где-нибудь здесь сразу можно взять заливку ему так у нас пример как раз такого цвета точнее цвет я не угадал цвет вот такой так как делать круг то же самое как мы с вами скругляли углы в этой же части сразу здесь можете прописать 100 если квадрат круглый 200 на 200 то 100 будет достаточно чтобы произошло вот как у меня смотрите здесь я сделал так что круг как бы нижняя его часть отгибается снизу это уже аналогичное действие что мы с вами и делали только мы делали это с кнопкой значит это у нас обводка делаем три пикселя кликаем по обводка цепочку все значит расцепляем ноль ноль и ноль вот и у обводки можно сделать наверно пять даже вот таким образом в предпросмотре да только цвет 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 мы берем тот же самый только я его немножко затемня и уже сейчас смотрится как было то есть тот же цвет только я чуть-чуть затемнил да и уже смотрится очень симпатично дальше я беру значит текст беру инструмент текст и просто здесь накладываю вставляю текст ну размеры здесь все подгоняйте индивидуально как вы считаете что будет лучше смотреться в принципе я оставлю вот так вот 18 размер у этого текста да так у данного текста имеется цвет берем из палитры желтенький у меня так же как и в примере и идет у меня иконочный шрифт там идет у меня галочка соответственно у вас какой-то свой контент вот значит я беру еще один инструмент текст конечно же здесь можно было объединить вообще в принципе взять только текст чтобы это был один один слой но для начала вам будет тяжеловато там выровнять поэтому и долго поэтому делайте пока так то есть получается три слоя слой прямоугольник слой текст где 30 ну где у вас внизу текст и слой иконка да сразу же меняем стиль берем наш любимый big boss icon глифы и ищем галочку так я нашел свою галочку она у меня вот кликаю по ней и глифы сворачиваю выделяю и ставлю ей размер 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 70 наверное поставим 80 еще размер а может быть даже 90 тут смотрите как вы считаете какая иконка лучше 90 наверное тоже мало размер 100 выделяем цвет я выбрал тот же цвет что и текст так давайте предпросмотр здесь у меня на самом деле другая иконочка с квадратными углами здесь я нашел более симпатичную со скругленными углами ее можно сделать больше даже наверное или оставить такую же чуть наверное увеличу сделаю сразу 130 размеру иконочки да кстати смотрите вот когда текст пишите или иконочный текст вот если появляется вот такая пунктирная черта снизу значит нижнюю границу немножко надо оттянуть чтобы она исчезла если здесь появляется черта то вот эту границу надо оттянуть чтобы ее не было значит ставим ее здесь где-то по центру в общем нужно выровнять чтобы посмотреть насколько она ровно нам нужно всегда просматривать браузере чтобы нам все нравилось в принципе смотрится неплохо вот смотрите следующие три у меня иконки они делаются по аналогии все очень просто здесь еще один момент прежде чем их создавать я покажу простой способ смотрите мы с вами это еще не проходили сейчас я научу вас группировать объекты значит мы выделяем да и научу вас закреплять объекты чтобы они нам не мешали то есть смотрите если я сейчас вот так захочу мышкой выделить как по обычаю мы выделяем три объекта я хочу выделить галочку круг и текст и если я мышкой потяну вот так выделить смотрите что происходит я потянул фон очень часто я так вот втыкаюсь в этот момент отмена смотрите выделяем задний фон правой кнопкой мыши по нему и закрепить все мы его закрепили и смотрите мышкой что бы я ни делал он не двигается это очень полезная штука правой кнопкой мыши разблокировать тогда объект будет двигаться опять его закрепляю смотрите теперь когда у нас вот видите теперь зацепил так отмена тоже можно закрепить когда мы закрепили объекты которые нам не нужны то есть они нам не мешают я просто мышку где-то рядом вот здесь кликаю зажимаю и тяну вот так вот выделяя то что мне нужно теперь все объекты у нас выделились правой кнопкой по этим объектам и выбираю группировать это для удобства мы сразу группировали в один объект если я сейчас кликну будет двигаться видите все три не надо будет каждый раз выделять теперь это группа слоев и сразу же мы с вами поговорим еще мы об этом не разговаривали что такое слои то есть она у вас где-то здесь должна быть в панели я ее перенес сюда раскрываем по всем стрелочкам наши слои там где вы видите замочки там как раз таки вы закрепили я закрепил элементы которые мне мешают также можно кликнуть по замочку и элемент разблокируется глазик это чтобы например скрыть какой-то элемент сразу группу видите слоев я скрываю по умолчанию кстати группе слоев дается имя группа любой объект теперь в новой версии мюз мы можем заменить для удобства назвать своим именем если вдруг у нас сайт очень большой очень много будет всяких тут элементов и чтобы мы не запутались два раза быстренько кликаем по слову группа она у нас выделяется и называем ее своим именем для удобства я напишу иконка и enter все мы назвали всю эту группу иконка то есть вы называете так чтобы вы не забыли для удобства и у группы слоев есть вот такие стрелочки тоже кликнув по стрелочке раскрывается вся группа слоев то что мы здесь имеем вот таким вот образом сворачиваю пока наши слои теперь смотрите как нам всю группу скопировать чтобы на такой же абсолютной иконке было быстрее все менять потому что размеры цвета у нас все уже подобрано смотрите группу слоев кликаем по ней один раз зажимаем alt на клавиатуре видите у нас мышка приобрела такую двойную стрелку зажимаем мышкой группу эту группу эту слоев и тянем куда-нибудь вправо отпускаем сначала мышь потом alt все теперь вы просто очень легко редактируете иконку на свою то есть другая иконка под ваш второй элемент и соответственно другой текст то есть вот так вот достаточно быстро это все делается когда вы здесь закончили работу давайте посмотрим в слои слои группа слоев также называется иконка здесь также можно кликнуть два раза и назвать иконка 2 если это нужно чтобы вы знали хорошо ориентировались в своем сайте когда его создаете сейчас у нас мало объектов поэтому здесь не заблудитесь но вы должны это знать и домашним заданием для вас в этом уроке повторите самостоятельно еще две значит иконки и замените их на другие то есть иконки другие текст другой что получилось у вас вот так как у меня 4 вот это будет домашним заданием значит а сейчас в этом уроке еще я покажу как я сделал вот такой заголовок в принципе вы наверное уже можете догадаться так разблокирую слой нам здесь нужно будет его немножко сделать побольше в принципе я иконки эти так сейчас опять я закреплю это я немножко уберу вниз а значит берем просто текст рисуем где-то вот такой объект выравниваем по центру у него есть скругленные углы здесь индивидуально но по умолчанию пускай будет 10 в демо она такого же желтенького цвета так что мы берем пипетку берем желтый цвет здесь любой заголовок но что-то типа такого что вы получите или там преимущество или еще как-то два раза кликаем вставить выделяем размер много 36 ну давайте для примера 36 по центру давайте попробуем 40 так вот сделаем 40 цвет у этого текста у меня вот такой как в демо единственно там другой шрифт и здесь соответственно мы опускаем немножко наш текст чтобы он смотрелся по центру давайте сделаем предпросмотр можете даже какую-нибудь рамочку добавить это конечно отличается потому что здесь другой шрифт он более жирный здесь уже не критично главное вам понять как это я все сделал здесь имеется уголочек и у нее тоже есть как бы рамка более темная то есть можно и без нее конечно делать внизу также аналогичная идет у меня заголовок смотрите как сделать здесь уголочек такой я просто беру еще один прямоугольник рисую квадрат примерно смотрите я его закрашиваю таким же цветом беру инструмент выделение смотрите если подвести к углу маркера нашу стрелочку к любому то стрелка превращается в такую круглую стрелку это значит что зажав мышку мы можем крутить наш элемент наводим его так чтобы на центральную линию так чтобы мы могли с вами его сделать очень ровненьким таким вот и наверх его ну и соответственно его мы помещаем назад в принципе вот и все если это в браузере смотреть у нас как бы это получается все единственно здесь один момент из того что у меня не получился ровный квадрат быстро делал поэтому у меня немножко скос идет он не совсем ровно здесь это можно исправить либо покрутив вот так чуть-чуть еще либо сделайте ровный квадрат вот видите как ни крути в эту сторону теперь скос вот давайте все таки я сделаю ровный квадрат вот я сделал 65 на 65 теперь нам нужно его ровно повернуть вот таким образом и вот сюда его теперь должно быть все ровно вот таким вот образом и чтобы уголок был более выразительным я у него значит сделал обводку значит по краям вот значит левая и правая по одному пикселю оставим только сделаем по темнее ну можно в принципе вот так оставить то есть немножко выделил ее в демо тут у меня наверное 2 пикселя вот здесь уже не критично вот таким вот нехитрым способом на этом данный урок закончен и увидимся в следующем наверное трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делаете их круто до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...